Здесь вновь исправлены вопросы, которые необходимо рассмотреть с стороной прокуратуры, с стороны стройнодзора, с нашей стороны, с стороны всех служб, для того, чтобы найти положительный вариант решения любой проблемы. В рамках очередного строительного часа рассмотрели вопрос передачи в муниципальную собственность локальных очистных сооружений и ливневой канализации в микрорайоне Финский. Они должны были обслуживать Финский, Богородский и потенциально Щелковый 7. Но процесс передачи документов пришелся на период объединения администрации города и района, и вопрос затянулся. Теперь глава района распорядился принять объекты и восстановить их работоспособность, для чего создать муниципальную службу эксплуатации. Не организовали ту службу, которая следила бы за всеми элементами, объектами и трубопроводами ливневой канализации. Сейчас мы этот недостаток исправим, создадим эту службу. С руководством филиала компании Мособленерго согласовали подключение мощности для башенного крана на стройплощадке школы в микрорайоне Солнечный. Неделю назад руководству компании КАЭР «Развитие» давалось поручение представить на этот стройчас дорожную карту по достройке жилого комплекса «Ласточкино-гнездо» на улице Кожинской. Застройщики не явились. Пришли только представители компании и владельцы земли. Все, коллеги, суд и сносим тогда. На снос. На снос. Алексей Вячеславович, а можно на снос? Там сколько у нас дольщиков? Один. Один, все, мы найдем им квартиру. Один, что там семь. Коллеги, у нас есть официальный дольщик один. Жилой комплекс уже несколько лет является объектом незавершенного строительства. К тому же выяснилось, что несколько дольщиков являются фиктивными. Это сотрудники компании. Все к тому, что в исполнении поручения губернатора о ликвидации недостроев судьба домов предрешена. КАЭР «Развитие» сносить бою. Почему? Потому что КАЭР «Развитие» не согласно с арендатором заплатить им арендную плату, и тем не идет на контакт, и, соответственно, всяческим образом будирует ситуацию, чтобы какое-то время еще продолжить конфликт. С администрацией сельского поселения Трубинской обсудили положение дел в брошенном ЖК Литвинова-Сити. Сейчас там закапывают котлован, вырытый с нарушениями под детский сад. Также согласовали проведение собрания кредиторов ГТТ Струбино. На данный момент только концептуально рассматриваем основной вариант для представления земельных участков, строительства домов и выдачи компенсационного жилья для обманутых дольщиков. Это будет в течение двух лет сделано. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».